Юрий Владимирович, пожалуйста. Здравствуйте. С кем не видел себя? Я очень волновался, все волнуются сегодня. Ростовский волновался, что он первый раз выступает перед президентом. Я не волновался, потому что я второй раз уже выступаю, спокойно уже. Уже испытал, все. Но я волновался, что мне не дадут слово. Потому что, пользуясь терминологией предыдущего оратора, мой техницизм и умонастроение на пределе. Я буду выступать в связи с тем, что мы вышли на рыночную систему не от имени цирка на Цветном бульваре, а уже от имени цирка на Центральном рынке. Шутка. В прошлый раз мы собирались два месяца тому назад. Это была небольшая группа, человек 30. В основном москвичи все. И мы были у президента, и все. Ему рассказывали, как и сейчас. А я был вообще в полной эйфории, потому что через два дня я выходил на аренду. Мы первые взяли на аренду цирк. Как это будет? Это нам сулило всего. Я еще сказал Михаилу Сергеевичу. Но я волнуюсь. Наше правительство непредсказуемо. Что-нибудь придумают с арендой, и нам будет не так уж хорошо, как мы думаем. Ну точно. Поначалу все пошло хорошо. Прибавили зарплату людям, артистам подбросили, стали получать. Прямо все ахают. Уже все начали думать, все цирки выходить на аренду, но пока их придерживают. Вдруг выясняется, будет соцстраховый налог. 35 процентов. Это здоровая штука, которая сразу потянет нас вниз. А тут недавно мне сообщили, что Моссовет с 1 января берет аренду, плату за землю. Причем какую? Нам уже написали, так сказать, примерно. Мы, имея меньше двух тысяч зрителей, будем платить около 600 тысяч рублей в год. Да, я позвонил Станкевичу, говорю, слушайте, а что происходит? Почему-то с нас будут, он говорит, да, с 1 января будете платить за землю. Я говорю, землю-то купили же эту, на которой цирк? Он говорит, как купили? После Октябрьской революции никто землю не покупал. Я говорю, так ее купили-то. Еще до революции в 881 году Соломонский заплатил восемь с половиной тысяч золотых рублей за землю. И цирк стоит, чего же вы второй раз берете за землю-то? Земля-то не их, уже куплено. Я понимаю, я взял бы новый участок. Да, вот новый участок, нужно платить. А это что? Он подумал, говорит, нет, 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 нет. Это, говорит, цирк, земля вся национализирована в 17-м году, и теперь она уже государство, и мы имеем право за нее брать деньги. Вот, значит, удар под ложечку. И я призадумался, и вместо того, чтобы думать о елке, я считаю деньги, мы обычно делали красивые елки для детей, шили костюмы красивые. Сейчас мы посмотрели, что стоимость костюмов, половина будет наших доходов вообще за этот месяц. И мы сразу стали думать, во что там одевать этих артистов в рогожку, там, знаете, там, кордонные костюмы. Но это не все еще. Не все. В 42-м году, в самый тяжелый год войны, наше правительство выпустило постановление специально по циркам, подписанное Сталиным, в поддержку цирка, сохранение цирков и обеспечение бесперебойной работы по всей территории, еще не занятой немцами. Специально было постановление о срочном багаже, что багаж артистов цирка идет на уровне ваненного. То же самое, те же наклейки, багаж срочной отправки с красной полосой и питать зверей наших на уровне стандартов всех. Есть норма у животных. Человек-то может полголодно работать, а этот тигр не пойдет. Вот, как сказали, вот, в общем-то, был полуграмотный вождь, а сообразил, видите, сообразил. Да. И вот так этот груш, я помню, даже после войны, года четыре, все, груз срочно на отправке шел, пока не спохватились в МПС. Что такое цирк голю сюда впереди? А это все шел, прикостально, все шел, шел, шел. Ну, польза была все. Спасибо.